Вместо синий и жёлтый полосок с красной точкой в новом лого Рига Сатексме только два цвета – синий и зелёный. Зелёный символизирует зелёную энергию. Он появился, потому что по улицам Риги теперь ездят и экологичные электробусы точно такого же цвета. Рига Сатексме сегодня отмечает 21 год существования. И за всё это время Рига Сатексме не меняла свою идентичность. Учитывая то, что за это время изменились и управление предприятием, появились новые транспортные средства, изменилось мышление, что такое общественный транспорт, мы решили, не меняя названия, обновить логотип. Мы показали новый логотип Рижанам, клиентам Рига Сатексме. И вот несколько мнений. По правде говоря, да. Мне это нравится больше предыдущего. Ну что ж, мне, допустим, в крайнем случае никаких отрицательных эмоций нет. Цвета нравятся. Синий символизирует цвет Риги. Зелёный. Я за зелёный. Впрочем, новый логотип понравился далеко не всем. Его за старомодность стали критиковать в социальных сетях. Так, политолог и преподаватель по связям с общественностью Критианс Розенвалдс нововведением недоволен. По-моему, сейчас есть намного важнее задачи. Потому что, всё-таки, когда мы говорим про введение нового лого, это не только растраты на то, что там кто-то его рисовал, потом есть растраты на презентации, чтобы всем это как бы объяснить, и всем было всё понятно. Там ещё будут более большие затраты, когда мы будем перекрашивать все автобусы, троллейбусы, трамваи, все остановки, все плакаты, все другие какие-то источники информации, где-то старый лого был, и будут какие-то люди, которые будут рассматривать, где он ещё остался, как его там переделать и тому подобное. В Регасатекс мы уверяют, что средства потребовалось вложить только в разработку логотипа. Это 13 тысяч евро. И больше дополнительного финансирования не потребуется. Введение лого будет проходить постепенно, в течение двух лет. Важно, чтобы введение нового логотипа не потребовало средств компании. А именно, сперва логотипы появятся в электронных документах, далее во всех новых документах, которые будут разработаны. И постепенно, в течение двух лет, произойдёт замена существующего логотипа на новый, там, где износился старый логотип. Там он будет заменён этим новым логотипом компании. По мнению крестьянца Розенвальца, проблема не только в затратах, но и в дизайне нового логотипа. Читал, люди жаловались, а почему Сатекс нас больше, чем Рига? И ещё дальше идём. А что это за новый слоган? Слоган, будем соединять Ригу вместе. А что до этого было? Что в этом нового? Что до этого было так, что не работали мосты, и вдруг первый раз Рига с Сатексом будет проводить межгалактические рейсы между двумя берегами Долгавы. Для меня, для Рига с Сатексом, как клиенту в том числе, мне важнее, чтобы они мне сказали, что мы будем удобнее, дешевле, или наоборот, за ту же цену, лучшие услуги, будет чаще и там подобное. У слогана должна быть идеология, философия, обещания. Иначе слоган вообще не нужен, считает крестьянц Розенвальц. Моё сравнение это из русской пословицы. То неясно, мысли тут неясно выражаются. Мы сейчас упрекаем, может быть, зря, за то, что есть вот такое лого. А может быть, лого тут ни при чём, на самом деле. Может быть, намного важнее смотреть именно то, каким образом даётся это задание. Потому что, если ты неясно выражаешь своё послание, как заказчик, например, к тем людям, которые исполняют, тогда какой, может быть, такой есть результат. Как просили, так и сделали.